Чагин Владимир Геннадьевич, российский автогонщик, семикратный победитель ралли Дакар в классе грузовиков, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, руководитель гоночной команды КамАЗ Мастер, руководитель проекта ралли Шелковый путь. В ралли-рейдовых кругах получил прозвище Царь Дакара, депутат Госсовета Республики Татарстан 6-го созыва. Владимир Чагин родился 5 января 1970 года в Пермском крае. Вскоре после рождения сына семья переехала в набережные Черны. Любовь к машинам маленькому Вове привил его отец. В то время Геннадий Михайлович трудился начальником отдела управления оборудованием. Работа была связана с поездками, в которые он часто брал с собой первенца. Геннадий Михайлович выписывал журнал за рулем и дарил старшему сыну машинки и конструкторы, а впоследствии вел в Володиной школе фотокружок. Попробовать порулить семейными «Жигулями» отец впервые разрешил Владимиру в возрасте 6 лет, когда ноги мальчика еще не доставали до педалей. А в 7 лет Геннадий Михайлович привел сына в секцию картинга. Однако в конце 70-х годов Владимир изменил автоспорту с хоккеем. Будущий автогонщик не пропускал ни одной игры советской ледовой дружины по телевизору, знал наизусть биографии отчаянных парней и сам тренировался и участвовал в хоккейных баталиях. Но в подростковом возрасте будущий царь Дакара вернулся в автоспорт. С 1984 года Володя начал заниматься в автоклубе КамАЗа. Несмотря на пропуски уроков из-за тренировок и соревнований, юный автогонщик учился почти без строек и отлично писал сочинения. Высшее образование Чагин получил в Камском политехническом институте. Владимир не только зарабатывал стипендию, но и трудился слесарем по ремонту автомобилей в пассажирском автотранспортном предприятии КамАЗа. Начальная веха в спортивной карьере Владимира, которая стала достоянием не только команды КамАЗ-Мастера, но и всего российского автоспорта, датируется 1996 годом. Впервые, сев за руль гоночного автомобиля, Чагин выигрывает сверхпротяженный супермарафон Париж-Ульяновск-Улан-Батор. В этом году команда КамАЗ-Мастер впервые в истории российского автоспорта также стала чемпионом мира в этом виде спортивных состязаний, где до этого господствовали экипажи ведущих автомобильных корпораций мира. Чагин стал самым молодым за всю историю супермарафонов пилотом спортивного грузовика. Владимир покоряет самые знаменитые этапы розыгрыша Кубка мира по внедорожным ралли, а также непревзойденный по сложности и трудностям супермарафон Париж-Дакар. В 2002 году Чагин сам разрабатывает, проектирует, собирает гоночные грузовики с маркой КамАЗ и выступает на них в соревнованиях. Для подобной работы имеет хорошо продуманную и организованную структуру, которая включает в себя необходимые функциональные звенья, объединенные в департамент специализированной техники. Владимир Чагин в быту начальник Бюро организации процессов производства департамента специализированной техники научно-технического центра открытого акционерного общества КамАЗ. Он принимает самое непосредственное участие в этом процессе – от проектирования до сборки. Владимир Чагин 15 февраля 2011 года объявил, что покидает большой спорт. Но прекращая выступления в гонках, Владимир не ушел из команды. Опытный гонщик продолжает возглавлять некоммерческую организацию КамАЗ Автоспорт. Чагин был послом 45-го чемпионата мира по профмастерству, прошедшего в конце августа 2019 года в Казани. Другими представителями соревнований, в которых состязались участники из 63 стран, стали космонавт Сергей Крикалев, шоумен Александр Гудков, повар Аркадий Новиков и другие. В сентября 2019 года Чагин является депутатом Госсовета Республики Татарстана шестого созыва. Личная жизнь Владимира Чагина уже на протяжении многих лет стабильна и спокойна. Еще на студенческой скамье он познакомился с будущей женой Еленой, которая вспоминает, что Владимир очень красиво ухаживал за ней, дарил цветы и подарки. У влюбленных, сыгравших в свадьбу на втором курсе института, родилось двое детей – Вадим и Игорь. Сейчас сыновья автор-рекордсмен уже взрослые. Спортивная карьера Владимира наложила отпечаток на личную жизнь Чагиновых. За первые 20 лет брака супруги лишь один раз встретили Новый год вместе. Муж, как правило, находился на соревнованиях. Первенца Владимир Геннадьевич увидел лишь через два месяца после рождения. Однако взаимная любовь и мудрость Елены помогли с честью пройти испытания разлуками и сохранить семью. В повседневной жизни Владимир Геннадьевич очень дисциплинированный водитель, пристегивающийся ремнем безопасности даже во время объезда территории. Иногда Чагин немного превышает скорость, но никогда не путает улицу или шоссе с гоночной трассой. Царь Дакара ездит только на полноприводных автомобилях, либо на мотоцикле. Страсть мужа к двухколесному транспорту разделяет и его супруга. Владимир Геннадьевич сохраняет любовь к хоккею и регулярно играет в игру для настоящих мужчин с товарищами.